Ну что ж, и вновь с вами Руни, я всех приветствую. В этом видео мы сделаем обзор на МК-1. Я буду относиться максимально нейтрально, вообще я люблю Mortal Kombat. Ладно. В общем, я буду очень максимально честно относиться к игре, разберём очень много фактов, погнали. Для начала давайте вообще так расскажу, что МК-1, то есть Mortal Kombat 1, это не ремейк. То есть как многие думают, что это ремейк, это не ремейк, алё. То есть это, можно сказать, это Mortal Kombat 12, то есть это каноничное продолжение получается. Ну и давайте вспомним, то есть что было в конце МК-11, то есть Люкан побеждает Шансунга, всё очень круто. И получается, создаёт свою эпоху, свою вселенную, так сказать. Ну и так вот, в общем, тут Люкан столько всего понаделал, вообще я потом расскажу, что он тут сделал, ну очень много всего паршивого. В общем, давайте начнём с того, что теперь Саб-Зиро и Скорпион братья, родные братья. И вы скажете, ну это же очень хорошо, никаких конфликтов, они теперь родные братья, друг друга защищают, всё очень круто. Я вам так скажу. Нифига подобного. Ну и вообще, то есть получается, тут Скорпион просто красавчик, просто вообще, не знаю, это лучшая версия Скорпиона тут. Но вот Саб-Зиро, ну просто он такой, не знаю, кидок, вообще максимально мерзкий брат. То есть максимально, тут он играет прям реально паршивую роль, то есть максимально ужасную. Он просто придаёт брата и присоединяется к Шансунгу и к Кончи, это просто, ну я не знаю, это ужасно. Ну и давайте теперь поговорим о Джонни Кейдже. Тут уже Джонни Кейдж уже не популярный, уже не хайповый, то есть денег у него мало, но он тратит их очень, очень с умом. Ну и в принципе он остаётся такой же, то есть таким же характером, такой же крутой, наш старый Джонни Кейдж, но при этом он уже банкрот. Вот, вообще прикольно показывают, что Люкан так собирает народ, потому что когда это было дело с Рейденом, Рейден не показывал, как это всё было, то есть не показывали, как Рейден всех собирал, или он просто телепортировал, хороший вопрос. Вообще, в принципе, тут очень хочется отдельно сказать, прям крутое, что Рейден тут реально очень круто выглядит, даже сам его дизайн, как он просто выглядит, мне очень нравится. Какой он добрый, какой он, то есть добросовестный, он всех слушает внимательно, не перебивает, то есть реально он тут и сильный, как бы он реально сильнее стал, то есть побеждать всех в турнире, я там выиграл, который Люкан подготовочку такую сделал. Так что, опять же, вот этот Рейден просто, ну, он очень реально круто сделан, то есть тут можно сказать, Клинглауа получается и Рейден, то есть Рейден вместо Люкана, но тут он максимально лучше Люкана всё же, но... Потому что если просто вспомнить МК-9, что просто Люкан творил, он просто, ну, без конца бесился, не мог себя держать в руках, то просто как Рейден себя ведёт, максимально спокойно и очень достойно. Ну и вообще, как было раньше, то есть в МК-9 Рейден без конца поддерживал Люкана, а тут наоборот, получается, Люкан поддерживает Рейдена, тоже прикольно сделали. Ну и развязка Кенши и Джонни Кейджа, в принципе реально интересное, что сначала получается они такие, ну, типа врагов, тот пришёл за мечом, то они дерутся, то что происходит, и вот даёт он меч, Джонни Кейдж, такой добрый, такой хороший. Ну вообще, Кенши, тут раскрытие Кенши само более такое, хорошее, как во мне, более лучше сделано. Прикольную, так-то штучку добавили, получается, с этими напарниками, то есть если раньше в МК-9 там может было по два игрока, что-то типа такого, но это как бы не очень-то, это ещё долго играть. Тут это как напарники, то есть у них ни хп, ничего нету, и вообще сами файтинги сделаны максимально круто. Вот тот же геймплей, который сейчас стоит просто с Рейденом, вы посмотрите, как это просто круто выглядит, просто вот это что сейчас было, вот это нифига себе, да. Ну и получается то же самое с напарниками, с Фетл Блов, получается, то есть с этими напарниками у вас ещё, так скажем, ну и X-Ray так получается, смертельный удар, это вообще круто. Ну и вообще вот больше всего мне понравилось, что наконец-то показали Бараку вот реально в хорошей стороне, действительно нормальную историю ему дали, наконец-то просто. Потом раньше просто Барак, ну это ничто, вот сейчас Бараку реально нормально написали, всё нормально с ним сделали, вот это просто первый и, возможно, последний раз, когда это просто сделали нормально. Вот это вот, наверное, даже самое крутое, самое лучшее, что в принципе сделали в Mortal Kombat 1, вот это, наверное, самое лучшее, что вот в Бараке есть история нормальная, наконец-то. Кстати, хочу сказать, что вот это, это самая просто лучшая моделька, самый просто лучший, не знаю, скин, график, короче, очень, вот это самый крутой вид шансунга, вот прям самый крутой. Он ещё это на гетто похож из магической битвы. В принципе, теперь похвалы закончились, теперь можно перейти, так сказать, к минусам. Во-первых, почему все считают, что у Рептилии тоже, как и у Бараки, крутая история, он вообще такой крутой стал. Я согласен, что он стал крутым, потому что, допустим, в 11-м его вообще не добавили, а в 9-м и в 10-м его просто использовали, чтобы побить. Ну да, да, с этим согласен, он стал круче. Но насчёт его истории, у него всегда была такая история, что он кому-то служит, чтобы возобновить свой клан, у него семья туда-сюда в заложниках, это всегда было так. Во всех МК то же самое, то есть у него было, что он туда-сюда шансунгу Шаукану служит, то есть тут просто то же самое, то есть ничего нового просто не сделали. Так что я не понимаю, почему все считают, что у Рептилии какая-то история прям крутая, какая-то новая. Следующее, почему у Шаукана, а то есть генерала Шау, появились рога? Просто откуда у него рога, скажите? Просто у старого Шаукана рогов не было. То есть если вы хотите сказать, что Люкан решил такой дизайн ему сделать, то почему все остальные временные, то есть эти эпохи то же самое сделали? Ну про это попозже еще поговорим, но почему тогда все? Вот просто это же реально как считается канон, то есть откуда у него реально рога выросли? Вот откуда у генерала Шау просто рога выросли? Вот этого я просто не понимаю. Не, ну серьезно, просто вот покажите мне вот эту модельку и вот эту, вот просто это два разных персонажа. Также я просто не понимаю, зачем было делать сингл такой тупой. Это разработчики сделали, вообще, вообще конечно да, это все же претензии будто на себя к Люкану, потому что Люкан сделал, не знаю, вообще она да, возможно она такая есть, как бы в доброй стороне. То есть мы знаем, что в МК-9 она, то есть, придавала Шаукана, то есть она в принципе за добро. Ну просто вспомните тот же МК-11, она далеко не тупая, она может великолепно врать на уровне Шэн Цунга, то есть она реально умная. Вот тут она очень тупая, я не понимаю, зачем Люкан, то есть, да, окей, Люкан сделал ее тупой, но при этом ее все начали придавать спокойно, ну и при этом она тупая, то есть она не понимает, что ее просто все придавали, все врали. Например, генерал Шао, Рейн, ну по идее так-то Таня еще придала, ну как бы она с Рейном, получается Мелине там, с Шэн Цунгом они, получается, укол вставляли, ну тогда ХЗ, там Таня вроде как все же, ну не знала об этом, так что, может Таню конечно переубедили, может она передумала, но тогда таки что-то не особо понял насчет Тани. Ну и вообще, то есть опять эта развязка, Куан Чи и Шэн Цунг затимились, опять это, то есть, опять то же самое, просто главный злодей Шэн Цунг без конца, опять это до Куан Чи с Шэн Цунгом без конца вот это все, то есть опять все повторяется, все то же самое. Вообще, я не понимаю, зачем столько клонов просто добавлять, надо раз пять их убить просто вот целых пять раз, зачем столько много, я не просто не понимаю, и потом только появляется босс, я вот не понимаю, можно было просто показать, как они сами там фигачат его, и потом появляется босс, все, и вот это уже начать файтинг. Ну или же этот, Тесс Юр Майт показать то же самое, то есть, как было у двери, барак разнес, можно было так сделать, чтобы поинтереснее было. Ну типа, вот это, по столько раз этих клонов фигачить, это вообще фигня полная. И я вообще не понимаю, зачем было Хавика окунать туда, если ты хотел ему втащить, то просто выкинь его туда полностью, не понимаю, но зачем просто лицо так окунать и все, и вот это я просто не понимаю, и просто так спокойно опустить. Вот этого я просто не понимаю, зачем это было делать. А вот тут, вы помните, что я говорил в начале? Да, я говорил, что всего одна каноничная концовка, но плохая концовка тоже существует. То есть, понимаете, сразу две концовки было в МК, в МК-11 было две концовки, и тут сразу две работают. Вот это, кстати, мне понравилось, я тогда был очень удивлен. То есть, в продолжении МК-1, то есть, вот эта концовка тоже работает, то есть, вот эта концовка тоже существует. И вот тут как бы все круто, максимально круто, очень даже интересно, что же произойдет, там, темный Рейнон, Синдал, все так круто. То есть, мы-то можем сравнить Синдал такую добрую и такую, с МК-11 получается, такую хитрую, такую. То есть, это интересно, это очень интересно. Но что просто было на Амиде? Вообще, вся эта тема, что очень много эпох открылась, не только вот эти две, вот Люкан и Шансунг, вот все две есть, это хорошо. Ну что, они добавили вот эти еще 10, 20, 30 эпох, позвали с других миров, еще персонажей, ооо, вот это просто, я не знаю, это просто кал полный, отвечаю. Вот это мне вообще не понравилось, просто, и сюжет просто с воздуха, сила с воздуха, просто вот так, я думаю, типа, интересно будет, темная сторона против светлая сторона, у кого как бы лучше сторона, идеально, думаю. Нет, нифига, просто такая палаша, я вообще не понимаю. Еще главное, вот, получается, столько объединились миров, столько эпох, Люкан всех позвал, Люкан всех позвал, очень круто. Это Шансунг, у него всего одна эпоха, но персонажей дофига, и я вот не понимаю, это как? Или, типа, Кончи там тоже, не знаю, типа, и в эпохе состоял, но это только две, то есть, а, то есть, тут с Люканом как минимум 5 человек, то есть, 5 против двоих, но персонажей при этом просто миллион. Вот этого я вообще не понимаю, как? Слишком много вопросов в МК-1, ну, реально, очень много вопросов, и вот эта пирамида, ну, это, это просто куйка, я просто не понимаю, это просто, просто обидеть. Там, главное, какие-то новые персонажи, какие-то новые, у них какой-то смысл просто нихрена, они просто максимально разные. Есть какие-то, не знаю, девушки с Абзиро, Ермак, девушка, не знаю, там, объединение киборгов, короче, Джонни Кейдж, не знаю, там, во всех просто, не знаю, какой-то, короче, Джонни Кейджа тут вообще дофига разных, я вообще не понимаю, это, ну, вообще максимально ужасно. Что насчёт добивания? Просто пыль, это просто, я не понимаю, вспомните, как Кронику просто убивали, просто вспомните, и как убили тут, что это, просто, я не знаю, просто рассыпали. Это что вообще такое? Ну, типа, хоп, хоп, хей, жо, и всё. Исссс, офигеть, как круто, вот это весело, офигеть. Ну что ж, вот этот ролик подходит к концу Максимально жёстко Вот так вот на эмоциях я сказал Ну да, ребят, вообще ролик будет так и интереснее, в принципе Ну вот такое моё мнение, как видите, минусов гораздо больше Но всё же мне понравилось вообще, в принципе, что у них сделано Красиво всё же сделано Допустим, те же самые катсцены очень хорошо сделаны Графика подрастает Так что видно, ну конечно же Ну вот скажу так, просто сюжет хромает Всё остальное, ну сами видите, хорошо сделано Просто сюжет вот хромает, да Сюжет действительно тут подхрамывает Но, в любом случае, ждём, получается, с Хавиком МК-2, получается, они начинают всё обновлять Не знаю, до 11-го опять будут фигачить Я не знаю, конечно, что будет в следующих частях Но по идее, в следующей части что-то будет с Хавиком, по идее Да, получается, на этом всё С вами был Ронни, всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok